Добрый день всем! Всех приветствую на канале Баженитый Омская область. С вами я, ее ведущий Влад. Сегодня 9 число, рыночный день, суббота. Приехали мы на рынок, жену там я, значит, на своем месте она стоит с молоком. Я пока свободен, ну как свободен? Съездил в один магазин, отдал ящик молока до обеда, пусть они там тоже там занимаются, продают. Хотел продавца снять, вот на эту камеру. Ну тут же маленько замаскировал ее. Она как увидела, ой-ой-ой, нет-нет-нет, кстати, Лариса, привет, меня увидишь. Я такая красивая, после 8 часа меня снимать не надо, я обижусь. Ну нет, так нет, ладно. Короче, сейчас на рынок, посмотрю, как получится, не получится, как там народ отреагирует. Поснимаю, значит, мясной цех по поводу, по поводу, значит, на наличие говядины. Ну, мясо, значит, обычно, всегда, обычно продают предприниматели. Ну как предприниматели? Они, у них говядины-то нет, как таковой. Они привозят, значит, промзабой из города. Если буквально год назад я тоже ходил на рынок, значит, так же возили свое мясо, продавали, то сейчас на рынок не попасть. Не попасть почему? Потому что с крестьянским забоем, значит, на рынок зайти нельзя. По новым правилам, ну, я должен, значит, живую голову отвезти в убойный цех. Убойный цех, значит, у нас два убойных цеха, оба частные, на весь район. Протяженность района большая. Это, значит, может в одну сторону там 70 километров ехать, и в другую тоже 50, это минимум. Если мне ехать, значит, от меня до райцентра 25, и до ближайшего убойного цеха еще 20, туда-обратно получается, значит, 100 километров. Ну, мне неинтересно, это невыгодно. Значит, можно, конечно, нанять машину в убойном цехе, они приедут, заберут, отвезут, значит, забьют, сделают промзабой, заклемят, там у них специально это есть ветврач. Потом, значит, мясо приехало, можно приехать мне, значит, забрать и ехать на рынок торговать. Но у меня две руки, я не могу, значит, разорваться. Если я занимаюсь молоком, то я занимаюсь молоком. В настоящий момент, значит, я лицо, значит, в районе известное. Если, значит, нам нужно было продать по осени мясо, значит, с нами люди подходили, договаривались и брали, значит, большими частями, там, значит, по 40, по 50 килограмм. Ну, килограммами в настоящий момент, значит, рубить килограммами и стоять на рынке мне невыгодно. И вот сейчас, сходя на рынок, посмотрим, есть ли там наличие мяса. Ну, я сомневаюсь. Вот крестьяне в настоящий момент, никто из крестьян, кто занимается производством, значит, говядины, никто на рынок не ездит. Приезжают перекупщики, значит, либо городские, значит, предприниматели. Ну, предприниматели приезжают в основном со свининой. Они, значит, берут в разных фирмах, там, значит, промзабой, где в больших, значит, фабриках производят свинину. И здесь уже, значит, ее рубят и продают. И вот сейчас я скажу, попытаюсь снять, и потом посмотрим, что получится. Маленько я тут замаскируюсь, чтобы в глаза сильно не бросаться. Через центральный вход я заходить не буду, а зайду через второй выход, через пожарный. Тут, вовсе, на рынке положено, чтобы было два выхода. В случае пожара один аварийный выход. О, рынок совсем пустой. Совсем никого нет. Городские предприниматели не приехали никто. Тут стоят только местных, и то два человека. Ну, тут со свининой все мясо проклейменное. Даже показать нечего. И, соответственно, на рынке никого нет. Тут тишина. У нас постоянные клиенты, вот, из-за этого, у нас куры. И за яйцами приходят свои яйца покупать. У нас. У нас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...